После острова Монар и Адамова моста мы двинули в северную столицу Шри-Ланки. Джафна – это место, где ярко представлен индуизм, и после буддийского юга для нас это стало интересным культурным открытием. Вот здесь мы об этом рассказываем. Ну а другим открытием стала невероятная природа этого региона. Субтитры создавал DimaTorzok Мы просто брали машину и колесили по безлюдным пустошам соседних островов. Мы могли часами наблюдать за здешними красотами и дикой природой Джафны. Фламинго не нашел, но воздушный бой развязался в небе над этим островом. Местные птички, такие черно-беленькие, не знаю как это называется, защищают свое гнездо от ворон. И прям постоянно неутомимо это делают. Даже жаль, что им предстоит, насколько там несколько недель такой жизни. Птицы очень боятся человека. Прям я был метров за сто, и они уже улетали с озера. Так что трудно их заснять нормально. Сегодня мы приехали искать фламинго, но нашли очень много птиц, разнообразие здесь зашкаливающее. И эта фотоохота была очень интересной, потому что подкрадываешься, многие слышат шум и сразу убегают. Но мы никак не ожидали, что найдем птицу. Видели, как вороны кружляли вокруг нее, и собаки бы уже съели. Может быть сейчас какую-то ветеринарку найдем и попытаемся спасти это дивное творение. Что это у меня? Ничего не кровоточат? Royal Animal Hospital. Помоги нам, пожалуйста. Есть доктор, нету доктора. Сказали ждать. Так она сурово, тревожно дышит. Я ее могу понять, когда я подвернула ногу. У меня тоже было удобное состояние. Нам сказали, что мы никак не могут помочь выхаживать птицу. Они не будут, даже если мы купим клетку. Врач сказал, что они согласны ее выкармливать. Нам дали глюкозу. Ее нужно кормить каждые полчаса по несколько капелек. Мы приобрели клетку. Осталось дело за ними. Принять птичку, выходить и отпустить на волю. Все, мы попрощались с Фредом. Я надеюсь, что позаботиться о нем в ветеринарной клинике. Посмотрим, что будет. Конечно, надеемся, что выживет птичка. Все будет окей. План сегодня увидеть фламинго провалился. Сегодня мы вновь отправились на острова. К счастью, никакой пострадавшей птицы не нашли. Поэтому продолжаем свой маршрут. Я думаю, мы еще вчера. Уже на втором острове мы находимся. Здесь просто озерный край какой-то. Куча воды, куча птиц. И их бесконечно круто наблюдать. Они взлетают. Разнообразие поражает воображение. Сейчас мы движемся на другую конечность острова. И там сядем на паром небольшой. И переправимся на третье острово, который уже мостом соединен с материком. Который тоже остров. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совершенно внезапно, чтобы попасть на маленький форт, расположенный возле острова, нужно заехать на военно-морскую базу в Шри-Ланке. Оказывается, что военно-морские силы попечительствуют, не знаю, занимаются этим фортом или что. В общем, нужно попроситься. Вам дают пас, допуск. По дороге едете, по военной базе. Там должны быть лодки, на которых можно отправиться к этому форту, чтобы его посмотреть. Пока еще не знаем, сколько это в 20-е может стоить, но прям очень необычно и интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это последний день в Джафне, последний вечер, и мы не теряем надежды встретить фламинго, потому что дальше, куда мы будем ехать, вроде их как нет. Но есть еще национальные парки, в которые мы планируем заехать. Но хотелось бы увидеть их как раз среди тех птиц и вот этой лагуны, которую мы обследовали несколько дней. Ну, а сейчас мы посмотрели просто очаровательнейший закат. Почти его не засняли, но фантастически огромное солнце, раскаленное до красна. Я очень быстро на глазах заваливалась, загорелась зонт. Устала за целый день, как и мы. Но в путешествиях иногда трудно отдохнуть. Как бы парадоксально это не звучало. Может быть, и кажется, что это все намного проще. Но если бы мы ездили от места к месту и не заморачивались, сложились вовремя. Но есть еще момент работы. И она никуда не девается, чтобы поддерживать это путешествие. Работать нужно. Шри-Ланка с декабря нас так расслабила. Если мы взяли себе месяц выходной, потому что весь декабрь были с родителями, то собраться невероятно сложно. И мне кажется, еще одна проблема, почему у нас это не получается. Когда мы жили в Таиланде, в Кангодже, в Малайзии, мы жили в одном месте долгое время. И выезжали из него. Здесь же мы перемещаемся с декабря. Ну, неделю где-то мы были максимум. И от этого сложнее. К сожалению, фламинго мы так и не увидели. Но утешительным призмом для нас стала сова. Никогда раньше не видели ее в дикой природе. Мы покидаем Джафну. Отправляемся к самой северной точке Шри-Ланки. Поинт Педро. Называется город, который мы посетим. Ну, а дальше строго на юг. Мы должны сегодня попасть в Тринкамале. Таков план. Не знаю, будет ли это сразу одним заходом или с остановкой на работу в одном из городков. Идея в том, чтобы не ехать по трассе, которая ведет через Анарадхапуру снова, а отправиться по восточному побережью. Хочется увидеть новые места, новые лагуны. Мы, тем более, будем проезжать мимо той лагуны, где вроде как парк именно с фламинго. Все еще надежда теплится увидеть этих птиц. Естественно, среди обитания. Ну, вот и все. Тринкамале мы должны провести несколько дней. Тут я рассказываю, как живописно это место, вот только ветер портит все. Но думаю, вы и так уже поняли, что здесь красиво. Маяк тут огрожен, листами жести стоит охрана военная. Но внутрь пускают. Сейчас мы находимся на самой северной точке Шри-Ланки. Дальше двигаться можно только на юг, что мы и будем делать, спускаясь вниз по восточному побережью. Кстати, оно у нас уже заждалось. Мне кажется, мега счастлив, что раз дети не покупают, то я купил ни за что не угадаете, какой вкус у этого зеленого мороженого. Не буду томить вас долго. Это банан. Что? Вот-вот. Но должен быть банан, я его еще не попробовал. Держи твою. Знаете, как вкус банана в жевательной резинке, который больше чего-то постороннего, чем саму банану. Там такая живописная коллега была на баловце, что приманила меня и я не мог оторваться, перестать фотографировать и снимать. Очень живописное болото. У меня такая красная трава, рыжая. Очень красиво, правда. Такие места заезжаешь иногда. И это самый кайф, наверное, путешествовать на своем транспорте. Можешь остановиться в любой точке, насладиться видом, сколько ты хочешь это, и потом двигать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну что, мы пережили самый крупный шмон пока что на острове. На блокпостах нас обычно сразу пропускают, когда увидят, кто за рулем, что туристы, все дела. Но тут нас прям просили открыть багажник. Довольно долго там копались, смотрели, что везем. На заднем сиденье в рюкзаке и заглядывали в аптечку. Вот, так что не знаю, с чем это связано. Может, им скучно, может, они тут более ответственно относятся к своей работе. Но факт остается фактом. Где-то посреди болота нас хорошенько так осмотрели. Продолжение следует... По дороге уже в Тринк-Мали заехали в небольшой городок и здесь как будто городской рынок еды, но только упрощенная версия. Готовят женщины, тоса, хлоппер яичный, свежевыжатые соки делают. Ну и мы решили попробовать. Тут почему-то в городе очень плохо с английским языком, но мы нашли парня, он нам подсказал, что да, как готовят. Я вам скажу, что это просто, это вкусно и это дешево. Мы попросили неострую версию Дала, и она таки не острая. Мы снова увидели слона, даже двоих, но один очень далеко. Я так и не поняла, на карте национальный это парк или нет, но он такой огромный. И когда мы ехали, Кирилл такой, ааа, я вижу слона. А мы как раз обсуждали, было бы здорово сейчас ночью повторить тот опыт и увидеть слона, такая шутишь. И тут двигается такая мощная тень. Прям слышно, как он щипает дрову. Красс! Красс! Видно, еще тот подошел. Задед? Нет, даже никого. Вообще, в Тринкомали какая-то удивительная дорога, она настолько разнообразная, лагуны, болота, деревья сумасшедшие, красивые, теперь и слоны. Так что выбирайте более прибрежный путь, если будете двигаться от Джавны. Выбирайте не трассу. Хоть есть и местами убитая дорога, но мне кажется, это того стоит. То есть вам никто не гарантирует на сафари, что вы слона увидите, но это здорово его тут встретить. Просто прогуливающегося и идущего обратно медленным ходом в джунгли. Вчера мы настолько устали и так долго искали жилье, где остановиться, что не записали ничего, никакого итога дня. Где-то в 23 часа мы заселились, просто помылись, наконец-то горячая вода и рухнули, но поиски были очень долгими. Мы поняли, что надо проверять жилье перед тем, как бронировать его, потому что, во-первых, ночасто не соответствует тому, что на фотографиях, во-вторых, не пишется, например, такая вещь, как горячая вода, просто нету такого пункта на букинге. А она здесь отсутствует в некоторых местах. Еще лангкейцы очень любят отмечать все подряд. Если верить букингу, у вас в комнате будут халат, тапочки, камин и... Собственная прислуга, но все это не соответствует реальности. Здесь мы прям очень долго торговались. Мы говорим, кухней мы можем пользоваться. Да, если один раз бесплатно, но если каждый день, то сверху нужно каждый день платить 500 рупий. Я ему показываю на букинге, что номер стоит 12 247. Включена кухня. Он такой, окей, окей, но проблем, как это они обычно делают, за 12 я вам отдаю. Включена кухня, скорее всего, потому что вот они любят ставить галочки напротив всего. Так что, можно сказать, мы их подловили. В общем, вчера после этих торгов мы себя ощутили снова в курортной зоне. начался этот развод туристов, и это немного нас покоробило. Но мы выспались, отдохнули, и сегодня готовы исследовать. Так что, отправляемся в Форт Фредерик. Форт Фредерик. Такие мохнатые, приятные рога у оленя. мягкие, еще молодые. Вот, а самцы отгоняют самок и тетенышей. В первую очередь едят. Несправедливость. Слышали когда-нибудь фразу, что Шри-Ланка, она никогда не перестает тебя удивлять? Так вот, она действительно не перестает. Не ожидал я, что офицер военный будет предлагать нам отель и советовать, где остановиться. Это было настолько странно. Мы идем, он поздоровался, потом, как дела? Очень улыбчивый. Кирилл попытался задать ему сложные вопросы, но курс английского провалился, потому что офицер говорил только yes, yes. Я такая, он не понимает себя. Но он предложил, мы такие, да мы в другом отеле, мы не очень друг друга поняли, но он был очень счастлив, что с нами пообщался. Мы его, естественно, не снимали, потому что, мало ли, он при службе, чтобы не напрягать человека. Мы спросили у них, ну вы несете военную службу, олени вас тут не напрягают, на что получили улыбку и слово yes. Приехали мы на горячие источники, а деньги забыли. Не знаю, вход платный или нет, но это, как всегда, будет epic fail. 50 рублей с человека стоит посмотреть на то, как мужчины и женщины омываются из ведерок теплой водичкой, но мы этого не увидим, по крайней мере сегодня, потому что я забыл деньги, Наташи их нет. на следующий день мы все-таки добрались до горячих источников. Я считаю, что нам безумно повезло, здесь никого нет, 7 источников, это не те привычные купальни, где ты расположился, а вода идет каскадом, нет, набираешь воду, оболаскиваешься, идешь дальше. Заново. шикарный кадр, блин. в этот раз не китайцы, а местные, мы хотели таймлапсом записать, как я омываю ноги из 7 купелин, но не тут-то было, уже на 7-й нам мешали это делать, а сейчас, мне кажется, какой-то автобус приехал и ну-то будет долго. Возвращались с источника, поняли, что мы вчера стали звездами Dance Battle, нас узнали, нам показали, что мы хорошо танцевали, хотя я не уверена в своих танцевальных способностях. В общем, приятно, что нас запомнили. В Тринко мы провели три удивительных дня. Посмотрели на пляжи, сходили на рыбный рынок, увидели местные достопримечательности, обо всем этом мы рассказали вот в этом обзоре. А еще мы познакомились с обаятельной парой Жанной и Рамом и взяли у них интервью. Я такой, знаете, я такой дайвер, который любит всякую мелочь под водой рассматривать, допустим, вот этих мелких нюди-бранчей, то есть меня вот не удивишь там вот этой вот рыбой, которая плывет, да, а мне хочется каких-то вот этих голожаверников, маленьких креветок там найти и показать. И то есть чем она меньше, тем лучше. при этом я еще и фотографирую там под водой, то есть у нас получается Рам, я и еще дайв-мастера с нами, допустим, если много людей, я занимаюсь фотографией. Здесь на поверхности у тебя все вот так вот мысли, там идеи, куча планов и так далее, то там ты как будто замедляешься и вот такой релакс. не хочется обратно иногда. Выпуск с Жанной и другими экспатами уже на канале, рекомендуем его глянуть. А интервью с Рамом появится чуть позже, так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить его и другие интересные выпуски. А мы с вами увидимся через неделю и продолжим путешествие по острову. Редактор субтитров А.Семкин